Добрый вечер! Это программа «Тема дня» о том, что актуально, что волнует вас, наших зрителей, мы говорим в этой студии. С каждым днем мы все сильнее чувствуем наступление весны, все ярче светит солнце, уже слышны отзвуки капелли. Но это время года несет с собой не только новые ожидания, долгожданные потепления, но и угрозу чрезвычайных ситуаций. О том, что делают в области, чтобы их предотвратить, как готовиться к наступлению паводка. Об этом сегодня мы поговорим в этой студии с Александром Захарченко, начальником отдела жилищного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что синоптики говорят, когда активно уже тает снег, начинает в середине марта? Судя по погоде, уже не сегодня, а завтра буквально. Это так всегда нам кажется, но практика показывает, что в 20-х числах у нас идут снегопады, нам дополнительно добавится снежного покрова. Этот снег в связи с тем, что температура наружного воздуха будет уже на грани положительной, он будет быстро таять, становиться мокрым. Поэтому на данный период, в конце марта, мы рекомендуем для всех муниципалитетов, для управляющих компаний ТСЖ провести обследование многоквартирных домов, в первую очередь, которые с шиферными кровлями. И те снежные мешки, которые образуются на кровлях, должны быть очищены, для того, чтобы не произошло обрушение кровель, которые были еще 10 лет назад в Омске. А по опыту прошлых лет, сами жильцы, управляющие компанией ТСЖ, насколько они включаются в эту работу по противодействию паводковых мероприятий? Практически управляющие компанией ТСЖ, те зоны, если дома находятся на той территории, которая может быть потоплена водами, они принимают меры. Соответственно, и прочищаются водоотводные канавы, делается дежурство специально людей, которые в случае какой-то аварийной ситуации могут устранить последствия, возможные последствия и предотвратить аварийную ситуацию. Потому что опасно еще как, многие наши дома, они запитаны кабелями. Если произошло намокание кабеля, и он где-то был поврежден, возможно, короткие замыкания. Соответственно, дом может оказаться без электроэнергии. Чтобы этого не произошло, нужно заботиться не только о себе, но и о своем доме, о своем имуществе. Основная проблема возникает в населенных пунктах. Да, это как разочное подтопление, которое возникло из-за того, что происходит в самом населенном пункте. Если из города снег вывезли, то опасности как таковой не будет. Но у нас есть и такие вещи, как наши поля, которые покрыты снегом. И там массовое таяние снега наступает чуть позже. Эта вода начинает поступать. Это как бы вторая волна. Идет вторая волна паводка, да. И вот эта вода подступает к нашим дорогам. Возможно, подтопление вот этого грунта, насыпи и разрушение насыпи. Соответственно, у нас были такие годы, когда даже были провалы на дорожном покрытии. Плюс большие поля Омского района, когда вода шла от Лузина в сторону города и, соответственно, подтапливала населенные пункты. То есть они оказались отрезанными. То есть подъехать можно было по дорогам. А так вот пройти пешком или как-то, это было невозможно. Потому что вода, да, подходила. Пока грунт не отойдет и вода не впитается, эта вода будет стоять. Ну а вот эта зима, насколько снежная она была? Какие-то цифры, данные есть? И какая работа сейчас ведется по вывозу снега? Ну, например, на территории Омска. Есть ли у вас такие данные? Расчищенные дороги, лишний снег сейчас убран из территории города Омска. То есть это одно из мероприятий, позволяющие избежать паводка и подтопления, в первую очередь, частного сектора на территории города Омска. Но я говорю, те снегопады, которые прогнозируются в марте месяце, они как бы немножко эту ситуацию подпортят. И вроде бы как сейчас это смотрится хорошо, но вот в марте может оказаться так, что город будет парализован. Пойдут ручьи и подтопление домов. Тем более частный сектор, часто бывает, что те ливнестоки, которые проложены около домов и водопропускные трубы, могут оказаться непрочищенными жителями. Ну вот как раз я хотела сказать о том, что одной из причин паводка каких-то чрезвычайных ситуаций является то, что жители частного сектора, сейчас раз уж о них мы заговорили, они сами виноваты, не подготовили все для того, чтобы благополучно весну пережить. Вот какая-то профилактическая работа проводится ли она? И год от года меняется ситуация. Вообще удается донести до людей, что, собственно говоря, многое в их руках. И избежать чрезвычайных каких-то ситуаций, неблагоприятных последствий могут в том числе и они сами, благодаря своей какой-то работе. Конечно, роль жителей в профилактике подтопления очень велика, но нельзя все свести на них. То есть, поэтому соответствующие коммунальные службы ведут работу по прочистке вот этих водостоков для того, чтобы вода могла беспрепятственно уходить, чтобы не было застаивания воды и сброс по рельефу. Соответственно, не выполнив вот эти мероприятия, жители сами не спасут. Поэтому все должно быть завязано и контроль со стороны муниципалитета, за предприятиями коммунальными, которые находятся на территории муниципалитета, и одновременно совместная координированная работа всех этих подразделений. Сейчас в феврале и в марте месяце все жители города Омской и области точно так же увидят, как будут стоять аварийные машины около колодцев и будет происходить отпаривание, прогрев вот этих колодцев, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный транзит паводковой воды через все инженерные коммуникации, которые есть у нас и на дорогах, это ливни, приемные дождевые люки, решеточки, соответственно, они должны быть очищены. И здесь роль жителей как раз очень велика, чтобы не забрасывали вот эти дождеприемники различным мусором, особенно крупногабаритным, потому что это часто бывает, что во время таяния происходит принос вот этого мусора как раз к этим дождеприемникам. И если ты находишься рядом и идешь и видишь, что эта ситуация возникла, и возник затор, ну помоги, не дожидайся, когда приедет аварийка. Это же все в наших интересах. На территории Омской области, я так понимаю, есть целый ряд территорий, которые подвержены подтоплению. Этот список давайте озвучим. Обычно это населенные пункты, которые находятся рядом с нашими речками. То есть это Иртыш, это может быть Омка, это могут быть северные наши реки, которые текут. Потому что вот, наверное, вы помните ситуацию, когда несколько лет назад подъем Иртыша в районе Знаменки был более 5 метров, и, соответственно, произошло подтопление даже высоких частей. То есть вода доходила до жилых домов частного сектора. Поэтому в тот период будет вестись мониторинг всех вот этих мест, возможных подтоплений, и, соответственно, приниматься соответствующие решения, как избежать их. Вот есть исторические такие места, которые, ну, как бы на территории населенного пункта, места, где уровень, на котором стоят дома, он ниже, чем общий уровень поселка. Например, улица Далькова в селе Одесском. То есть он на полметра ниже основного уровня, и, соответственно, вся вода по рельефу начинает сбегать туда. Поэтому в течение вот ближайших, прошедших 10 лет, там несколько раз были вот эти подтопления частного фонда. И потом возникали, как бы, вот такой формат, что правительство Омской области оказало поддержку этим жителям для частичной компенсации потери того имущества, которое было подтоплено. То есть люди все-таки, которые пострадают, и если, например, такая ситуация, люди, действительно, находясь в объективных условиях, ну, просто потому что географически так расположены их дома, могут пострадать, то какая-то помощь им будет оказана, мы говорим об этом. То возможно оказание этой помощи. Как, в целом, как вы думаете, будет развиваться ситуация с таянием снега в регионе, ну, и удастся ли нам в этом году успешно пройти паводковый период? К сожалению, предугадать погоду мы с вами не можем. Мы можем только прогнозировать. Если будет резкое повышение температуры наружного воздуха, как у нас бывает в апреле месяце, там, там, плюс 20, тогда, возможно, вот это быстрое таяние, бурное таяние, тогда, возможно, некоторые дома все-таки могут оказаться в зоне временного подтопления. Ну, вы надеетесь все-таки, что все... Ну, мы надеемся, что, учитывая, что снег вывозится, что пути отхода воды, они прочищаются и будут дальше чиститься, и принимаются профилактические меры, то есть затопления территории не будет. Спасибо, Александр Васильевич. Зрителям я напомню, что гостем сегодня у нас был Александр Захарченко, начальник отдела жилищного хозяйства, Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Вы смотрели «Тему дня». Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова